Шел 1944 год. 12 октября во время дербеценской наступательной операции в боях за освобождение в Венгрии трое казаков сабельного отделения 1-го взвода 4-го эскадрона 45-го гвардейского кавалерийского полка выдвинулись в конную разведку. Враг был довольно близко, и уже скоро казаки увидели немецкую колонну автомашин, которая остановилась около леса. В основном в колонне были грузовики, но их прикрывали три самоходные артиллерийские установки. Немцы находились около машин и занимались маскировкой техники. Казаки залегли в траве и, наблюдая за врагом, стали совещаться, что делать дальше. Они решили не посылать за подмогой, а, пользуясь элементом внезапности, атаковать превосходящие силы противника. Командовал казаками гвардии старший сержант Огурцов Василий Васильевич, уроженец села Добрынское Владимирского района. В предвоенные годы он работал на стройках Москвы маляром, а с началом Великой Отечественной войны его призвали в ряды Красной армии. К октябрю 1944 года он уже много раз принимал участие в жарких боях и был трижды ранен. Его товарищи Задонский и Нурбаев тоже к этому времени прошли огонь и воду. Именно поэтому их, как лучших бойцов роты, и послали в головную походную заставу. Казаки подготовили оружие и гранаты, вскочили на коней и внезапно врезались в ничего не подозревающего врага. Гранатами им удалось закидать самоходные орудия и уничтожить их экипажи. А потом, действуя автоматами, они обрушили огонь на остальных немцев. Фашисты при появлении казаков от неожиданности бросились в рассыпную, но, увидев их малое число, реорганизовались и дали бой. В этом бою Задонский и Нурбаев были ранены, но продолжали сражаться. Огурцов уже во время перезарядки автомата трое вооруженных ножами немцев стянули с лошади. Но в рукопашном бою казак оказался сильнее. Василий Огурцов прикладом убил двух немцев, причем приклад автомата разлетелся в дребезги. Третьему немцу повезло меньше, казак прекратил его существование на этом свете, вцепившись в горло зубами. Но на этом бой не закончился. В конце колонны, оказывается, был немецкий танк, который не был сразу замечен красноармейцами, и к этому времени он как раз вступил в бой. Танкисты вермахта опрометчиво слишком близко подъехали к месту сражения, а казаки, спрятавшись за самоходными установками, закидали танк гранатами и уничтожили экипаж. Когда к месту битвы подошли основные советские части, то оказалось, что трофеями казаков стали 2 самоходные пушки, 1 танк, 8 мотоциклов, 3 орудия и 30 автомашин с продовольствием, военным имуществом и снарядами. Одна самоходная артиллерийская установка, скорее всего, была полностью уничтожена гранатами. В наградном листе не написано, сколько было немцев, но это можно прикинуть. Если у каждой машины и мотоцикла было по водителю, а в трех самоходках и танке минимум по 4 человека экипажа, то получается, что казаки напали на 54 солдата противника, которых им удалось уничтожить и обратить в бегство. Но сражаться Огурцову Василию Васильевичу оставалось недолго. Уже в декабре 25 числа 1944 года, в ходе Будапештской наступательной операции, он со своим эскадроном первым ворвался на станцию Кичкет, где завязался ожесточенный уличный бой. Казак увлекся преследованием врага и не заметил, как остался один среди фашистов. Под ним была убита лошадь, но Огурцов Василий продолжал сражаться, пока у него не кончились патроны и гранаты. Тогда он схватил саперную лопатку и пошел в рукопашную. Ей он зарубил четверых нацистов и уже только после этого был сражен пулеметной очередью с бронетранспортера. Казака похоронили в пригороде Будапешта в Братской могиле, а 24 марта 1945 года гвардии старший сержант Василий Васильевич Огурцов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Его лопатку и автомат однополчане передали в Музей истории Донского казачества, что находится в городе Новочеркасске Ростовской области. Что плохо в описании этих подвигов, это то, что если про командира еще можно найти хоть какую-то информацию, то про тех, кто сражался рядом с ним, практически ничего не известно. Я нашел только фамилии героев, это казаки Задонский и Нурбаев. Соответственно, кто что знает про этот подвиг, пишите в комментариях, будет интересно почитать. До свидания!